Флаг, гимн, Нептун с русалкой. Новый сезон плавания в ледяной воде по всем моржовым канонам объявляется открытым. Нырнуть с головой выше пилотаж. Начинающим моржам опасно. Это у клуба стартовал 52 сезон заплывов. У Елены Мачневой первый. Шлепки ластами на удачу. И вода в реке Воронеж должна показаться парным молоком. Психологически начала готовиться еще с лета. 14 сентября я подала заявление в клуб моржей. Тут целый месяц испытательный срок. Я ждала, когда этот испытательный срок закончится. Потом мне сказали, что меня приняли. Но настоящим моржом я стала только на этой неделе. Вместе с Еленой настоящими моржами почувствовали себя еще 11 новичков. Пока морозоустойчивые липчане проходят боевое крещение, спасатели несут службу. Водолазы – старые, проверенные друзья моржей. Переохлаждение может быть. Сосуды, сердце, жизненно важные органы. Люди должны представлять, чем они имеют дело. Потому что вода, конечно, холодная. Для кого холодная, а для Виктора Шитяева не очень. Мужчина, хотя и открывает свой официальный первый сезон, но уже несколько месяцев приезжает сюда купаться каждый день. И щипет, и немеет, и краснеет душа. Когда душа просит, и вода становится теплая, хорошо. Ну, все это идет от здоровья, от желания быть здоровее, красивее, сильнее. Здоровее, красивее и сильнее в Липецке уже отважились стать около сотни человек. Причем оголиться на морозе не прочий старый млад. Самому возрастному липецкому моржу – 83. Если раньше они просто заходили-выходили, то теперь мы проводим соревнования, где надо доплыть 25-50 метров, те же 100. 20 литров борща – вот что нужно настоящим моржам, чтобы не покрыться инием. Здесь, говорят, вода включает механизм оздоровления. Горячий борщ тут – в воде помощник. Борщ, дающий силу, ловкость, здоровье, энергию. Следующий массовый заплыв стартует меньше, чем через месяц. У моржей осталось немного времени, чтобы набрать спортивную форму для открытого чемпионата по зимнему плаванию. И отчаянно ворвался прямо в снежную зарю. Оксана Корабельникова, Вадим Капанчук, ТВК Новости.